А как будет еще хорошо? Понимаете? Потому что это действительно так, что когда Иисус проповедовал, мы приблизимы с Царством. Мне тоже вот, когда я говорю, что я хочу пророчествовать, я это тоже ощущаю, мы приблизимы с Царством. Когда, говорю, прекратится вот это разочарование, когда прекратится вот этот скрежет зубов и плач, внутренний в первую очередь. И вот как будто бы что-то сдвинулось. Я знаю, что есть люди, которые тоже это ощущают. Поэтому я еще раз хочу поставить акцент на том, что вы не думаете, что вы просто так сюда пришли. Потому что просто так сюда прийти нельзя. Действительно так работают. Потому что это серьезно, но ведь и желание, и стремление дают Бог. Поэтому и вот, знаете, я просто вам пример хочу сказать. Здесь у меня один друг, мой парень тоже, я его знаю, я тебя не приму называть. Который в последнее время, в последние годы у него никак не получается прийти в Царство. Не получается на собрании. Вот он все, он из него сговорит, я хочу, я так хочу, мне так надо, и так далее. И вот вчера я ему позвонил, я говорю, ну что, заскочишь обея? Не-не-не, все нормально, я приду. Я приду, все хорошо. И сегодня, как он сейчас общает, мне заболел ребенок, мне на 3 часов не спали, мне пришлось сейчас ехать в больницу и так далее. Обратить внимание, надо что-то делать. Я поэтому вот даже с вами хочу помолиться, если человек, когда вы быстренье, да, чтобы вот разрушить что-то, что вот мешает человеку прийти в Церковь, прийти на служение. Аминь. Отец, я разрушаю все проклятия жизни этого человека. Это Роман. И мы творим его имя перед тобой, провозглашаем Бог. Ты разрушил все, что мешает ему искать тебя, все, что мешает приобрести к тебе. Всякое проклятие над его жизнью, над его семьей, над его ребенком, над всем его домом. А имя Иисуса Христа. Ты сказал, что мы имеем власть. И мы пользуемся этой властью, вызываем тебя, Отец. Мы хотим, мы хотим благословлять, мы благословляем. Мы не хотим искать какие-то причины, мы не хотим искать какие-то оправдания, что кто-то сам заслужил чего-то. Мы просто благословляем. Мы просто развязываем и освобождаем благословение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И также я молю тебя, Отец, и о каждого, кто здесь находится, чтобы вот не было никаких препятствий ни в духе, ни в физике. Быть вместе, которое ты нас зовешь, которое ты сотворил, а то, что мы искали. Аминь. И это действительно очень важно. И я это заметил. Я рад, что в моей жизни это отвоено уже. Ну, можно сказать, не говори плохо, пока не перепрыгнешь. Но, знаете, есть в жизни этапы, есть в жизни моменты, когда уже не стоит борьбы идти в церковь или не идти в церковь. Эта территория уже отвоена. И я желаю вам, чтобы в вашей жизни это было отвоено. Потому что, знаете, вот сразу от этого не видно результат. Потому что Иисус хочет найти веру в людей. Потому что нам часто все то, что мы делаем, нам нужно делать по вере им. Знаете, и он пока не видел часто в человеке веру, он не делал что-то. Знаете, да. Вот там слепые, исцели нас. Что нужно от вере? А верите, что могу сделать? Да, верю. Ну, по вере, ваше это будет. И раз у них глаза открылись. И женщина, которая там много лет, 13, да, страдала кровотечением ни одного врача. Все потратила, все свои деньги. И только он слышал про Иисуса. И вот, что именно? И положила написано в своем сердце, что вот если дойду до Него, прикоснусь и сцелюсь. И все произошло, даже Иисус не участвовал в этом самом. Он вдруг идет и говорит, ой, что-то я ослабил. Похоже, кто-то прикоснулся в силы из меня вышел. Что-то мне нехорошо, да? Ну, это современная фритация. Он сказал просто силу из меня вышелся. Но мы иногда думаем, что Иисус это был вот какой-то мегакомпьютер, это был человек. И мы должны это понимать. У него был дух от Бога на 100%. Понимаете? Его решения были на 100% решениями Божьими. Но видел и воспринимал его все как человека. И мы, как христиане, мы должны это понять. Вообще, что это такое, что Бог нам предлагает? Стать подобными Ему. Библия нам говорит облекитесь во Христа. Оденьтесь во Христа. Понимаете? Наденьте Ему на себя. Да? Кто не пребудет во мне, а я не пребуду в Нем, кто мне эту жизнь. Да? И Он говорит, и все это Он говорит, все это Он учит. И мы должны об этом слышать. Понимаете? Мы должны про это читать. Просто так это не заработает. Понимаете? Мы иногда от Бога хотим Бог. Да? И у нас такие ассоциации. Но Бог это не волшебный. Это разница. Есть волшебник, а есть Бог. Бог круче волшебников. Но Он Бог. Он не волшебник. Он не делает вот эти вот чудеса волшебной палочкой. У Него есть принципы. К Нему можно приходить. И мы можем к Нему сейчас приходить как к Отцу. Вы понимаете? Какое это мышление? Это совсем другое, что дано вообще обычным людям. Это как вот к Путину попробуй на прием попасть. Всю жизнь потрачешь, не придешь. Просто потрогать его, да? Если Иисусу можно было потрогать, Путина не потрогаешь, правильно? Руко отрубится ванная. А это Бог. И вы понимаете, а вот если у Путина есть ребенок, его сын или его дочь, как вы думаете, он может его увидеть? Для него это совершенно норма. Прийти с Бога сзади, через дверь, сделать вот тут все окраины, а тебе еще есть. Потому что ты сын, потому что ты дочь. Понимаете? Никто ничего не скажет. И вот таким образом, вы понимаете, ангелы не могут к Богу прийти просто так. Не могут. Им разрешение нужно. Или чтобы их позвали. Или какая-то, наверное, какая-то срочная ситуация, не знаю, как там ангелы устроены. Но Библия пишет, что только на время про Иисуса Христа молитвы меньше ангелы. А так, про святых написано, разве вы не знаете, что вы будете судить ангелы? Ангелы судить. Понимаете? То есть, не то, что мы будем сидеть там, где-то за судилищей, судить нет, это мы будем иметь в виду, что мы будем понимать больше, чем они понимают. Видеть больше, чем они увидят. в духовном мире разбираться лучше, чем они разбираются там. Они там, это их не сфера, а у нас полномочия. Понимаете? У нас полномочия прийти к Отцу в свободный доступ через Иисуса Христа, через Его кровь, через это понимание, через этот принцип. Не через то, что ты хороший, не через то, что ты что-то сделал или не сделал, просто потому, что ты сын. Скажите, Аминь. И надо это понять. И надо этим пользоваться. Понимаете? Если ты получил наследство, где-то есть наследство для тебя, огромная сумма, умерла какая-нибудь там герцогиня, и оказывается ты родственник. И у тебя есть наследство. Но если ты не знаешь эту информацию, это то же самое, что у тебя нет наследства и нет ничего. Просто не знаешь информацию. Все то же самое, но ты об этом не знаешь. Ты должна об этом знать. Это то, чтобы этим однажды воспользоваться. Понимаете? И в Библии написано наследие до Коли в детстве ничем не отличается от раба, хотя и не сводил всего. И это уже другая проблема. Есть понятная, еще люди вообще не знают ничего об этом, а есть люди уже что-то знают об этом, но находятся в таком младенческом возрасте, христианском, что тоже даже не могут воспользоваться тем, что есть у него. На самом деле, что принадлежит ему по праву. Почему? Потому что младенец, потому что ребенок, потому что нельзя ему ничего доверить. И вот в этом проблеме, сегодняшнего христианства, в основном, в этом проблеме, что мы просто не доросли до этих принципов. Понимаете? Потому что мы часто хотим использовать то, что у нас есть этот доступ к Богу, вот эти наши молитвы, просьбы, ну, для себя, как и доисты. Да? И вот в послании Якова об этом пишется. Откуда у вас рожды и расты? Не отсюда ли постоянно воюющие внутри ваших членов, что вы постоянно чего-то хотите, просите, но не получаете? И поэтому сомбидуете, убиваете друг друга. А вы как убиваете? Тогда мы не убиваем, а мы иногда словом убиваем. Знаете, критикуете друг друга, да? Завидуете, ссоритесь, убиваете, ненавидите. А все говорят, почему? Но все равно не имейте и не получаете. Пишет так. А почему? Потому что просите не на добро, а для собственных вожделений. И дальше говорят, прелюбодей и прелюбодейц. Да? Проститутки и проституты. Ну, пошутите. Разве вы не знаете, что дружба с этим миром есть, рожда против Бога. И, понимаете, вот сейчас это все просто. Мы просто вот не получаем, потому что сердце наше находится далеко от Бога, потому что мы не знаем, чего просить, как просить, и вообще, что Бог хочет нам дать. Просто вот маленькие во Христе. Просто не следущие в слове. Понимаете? Поэтому это очень важно. Очень важно нам нужно место дать. Сейчас такое временно сомнение благословения. Просто подумайте об этом. Сейчас есть время, сейчас вся информация открыта. Некоторые ходят другая, вот интернет, там зло, там давайте закроем, там столько добра, там кладись. Ты просто заходишь, ты слушаешь, какого хочешь пробовать, какого хочешь проповедника, какой хочешь год. Понимаете? Ты слушаешь, хорошо, у тебя нет времени не читать, но там есть ауди в Библии в одном варианте, во втором варианте, в третьем варианте, с таким переводом, с музыкой, с подтанцовками, там и так далее. Что хочешь? Времени нету. Мы ездим в маршрутках где угодно. Ставим наушники, и все, у тебя Слово Божие, у тебя проповедь. И ты можешь не устать, ты слушаешь, сегодня ты послушал Евангелие, потом ты послушал какую-то пробую, потом ты послушал Великий Завет. Понимаете? И это слово, это очень важно. Потому что это принцип, Божий принцип. о котором я сегодня хотел говорить. Это он называется «Рождение заново». Вы понимаете, какое богатство, богачное предложить, какое благословение. Рождение заново. Вы просто подумайте об этом. Вот знаете, мы как христиане, мы сейчас чуть-чуть поросим вам немножко мазней, потому что мы иногда надели на себя эту одежду, и я уже рожден заново. А ты уверен, что ты рожден заново? Потому что мы иногда это, как это, в наших кредитанских церквях, то, что ты рожден заново, то, что ты пришел, умер в Бог, в Бога, учил крещение, может быть, иными языками, там уже боляк, боляк, боляк. И все и диродился заново. Разве это все рождение заново? Понимаете, мы так в дактрины все превратили, и поэтому, когда это снова в этом говорится, у нас даже было бы возникать вопрос самоточное, если я заново рожден, там, конечно, хочется так надеть эту, если я спешу, как я же ты уже столько лет цех, ты уже столько об этом слышал, об этом знали. Но ты увидишь что ты рожден заново. И причем я хочу сегодня не давить на тебя рассказать, что я рожден заново. Я хочу, чтобы ты просто сегодня просканировал, а только когда об этом не слышал, захотел это иметь. И на самом деле для Бога не проблема поправить какие-то моменты. Понимаете, ведь у Бога не просто формула рожден или нерожден, просто есть какие-то ингредиенты, которых не хватает вот в этом рождении заново. Понимаете, действительно, потому что где мы встречаем вообще слово о рождении заново. В Евангелии от Иоанна в 3-й километре встреча Иисуса и Никодима. Это встреча двух учителей. Понимаете, и это важно. Потому что вот Иисус своим ученикам нигде мы не слышим, что Он проповедует. Вам надо родиться заново. Понимаете, Он им не проповедует. Почему? Он их рождает заново. Он их ведет по этому процессу. Он их кормит словом, Он их вводит, Он их куча. Они в процессе рождения заново. А вот Никодим к нему другой разговор. Никодим. И Никодим приходит, и вы знаете, эту историю не буду вам читать, найдите, почитайте, потому что времени не так много. Третья глава, но я чуть-чуть расскажу. То есть приходит к нему однажды этот учитель. Вы знаете, что фарисеи не любили Иисуса. Они спорили с ним, они не принимали Его. Кто-таки были фарисеи, были очень хорошие люди, это люди были, которые на тот момент по максимуму соблюдали Божий закон. Не просто углубленный закон, это плохо. Нет, по нашему я, в Академии церковь, они отдавали десятину, они изучали слово, они в этом пребывали, они учили других, они действительно старались искренне этим же. И вдруг Иисус, когда Иисус появился, они ставят против Него, но не все. И вот такой один, который не из числа, которые не все, приходит к Нему ночью. Почему ночью? Потому что днем стрёмно, стыдно, боится мнение людей. Понятно, да? То есть днем он находится в этой группировке всех остальных полисей, а ночью он приходит к Иисусу. И только начинает открывать рот свой учитель, мы знаем, что ты от Бога, потому что то, что ты творишь, то, что он мог делать, не может просто так твориться, это ты как бы Бог делает, мы как бы это видим. Иисусу не говорит, хорошо, что ты увидел, и все это еще. Иисусу сразу начинает исправлять его тактрину, исправлять его понимание на самом деле, его, что ему не достает, то, зачем он пришел на самом деле. Иисус уже видит, что ему нужно. Иисус многое истинно говорит, если кто не родится свыше, не родится заново, не увидит Царство Божьего. И понимаете, и вот это первое, что я хочу сказать, и потом он с ним еще дальше начинает разговаривать, ну как, еще раз, мне нужно трогать, мать, ты учитель Израиля, и этого не знаешь. То есть даже Иисус говорит, что ты как учитель вообще-то должен это знать, потому что это, ну скажем так, доктрина, это понимание, оно через всю Библию ведет. Это не только Новый Завет, это в Ветхом Завете все присутствует. Знаете, мы тоже как истей иногда разделили Библию на Новый Библию, но это же Ветхий Завет. И все, и уже это не понимаем. Но весь Ветхий Завет, Иисус говорит, весь Ветхий Завет обо мне, о нем, о Царстве Божьем, о рождении заново, только в год, он там вот весь засекречен, так сказать, да, и когда нам Иисус открывается, написано, да, что покровало снимается, начинает понимать, что там заложено туда, какие смысли туда заложены, потому что они все описаны как образы для нас. И вот Иисус говорит, и учитель Израиля даже не знаешь, то есть Иисус удивляется, и вот я говорю, я учился в Иисусе и учу сейчас, да, и мне очень нравится этот творож, который там получил, и оказывается, ну, так будет, которые изучают, в то время это фарисеи и страдают, мы ошибаемся если думаем, что с рождения Замого это вот Иисус как Брать сказал. Вот у них там школы вот эти, да, раввинистические, да, раввины, они как бы понимали об этом, у них было развитое учение о рождении Замого, то есть это, ну, Никодин не понимал это, и поэтому Иисус, когда ему Брать, говорит, у него такая реакция. но первое, что хочу сказать про рождение Замого, это Иисус Сам говорит, вот в этом первом стихе, Он говорит, если не родишься Замого, не увидишь Царство Божие, если не родишься свыше, Замого, вот проверьте себя, видите ли вы Царство Божие, сходящее на эту землю, приходящее, здесь описанное, то есть что я имею в виду, именно вот это, что Бог хочет сделать на земле, потому что некоторые ждут апокалипсис, да, как многие вот в этих картинках, кто-то ждет Вознесения Церкви, и сидим, половину улетел, половина осталась на столе, да, очень хорошо знают, один возьмется, другу расстанется, и вот мы вот эти вот картинки взяли, вот чего-то ждем, изучите здесь, почитайте пророков, там ВСАИ очень хорошо написано, бывает, там очень написано, что, понимаете, почему вот евреи, они об этом больше знали, не понимали, что такое Христос, как термин, что это такое, опять же, да, давайте сразу тоже скажем, вот эти вот ключевые моменты, а не увидишь Сарство Божие, если они что-то знали, что ты видишь, понимаешь, чем ты живешь, да, вспомните, что изменило его ценность, что, понимаете, его не надо было заставлять говорить, что делать, он быстро пошел, начал это все делать, ну, как вы понимаете, да, чтобы вот только не, кто-то другой в это, в это время не убил, да, это больно, и где-то об этом, человек увидел, что ему нужно, и пошел, понимаете, и мы должны проявлять соответствует ли наша жизнь, как у христианок, живем ли мы для царства, живем ли мы для этой мечты, или мы вот здесь земные, и нас интересует только вот то, что мы видим здесь, наша суета, и наши проблемы, и так далее, это тоже надо понять, я сейчас не призываю вас все продать, и, потому что это тоже, ну, заблуждение, это аскетизм, это не туда, это, это больше про мечту, это больше про то, что, ну, вы давайте, вот мне Бог открыл, например, да, меня Бог увлек сейчас, да, меня там, меня Бог активировал, и поэтому я, наверное, в своей жизни скажу, что, наверное, я родился за новую три года назад, когда мне Бог начал показывать картины, реальные картины, ради которой я готов все продавать, все продавать и укладываться туда, лишь бы, ну, вот туда идти, понимаете, про что я говорю, да, я просто вот это объясняю, я Thy place, и поэтому, вот, никто и там удивляюся, зачем ревцентр, что-то, ревцентр, и, поэтому я говорю, да, ревцентр это начало, это чтобы, просто прийти туда, куда, ну, вот, начать просто, вот, что-то делать, для того, чтобы, ну, начать спасать людей, начать двигаться за Божьим откровением для того, чтобы Бог вот через это начал что-то выстраивать и вести куда-то, понимаете? Просто чтобы освободиться от суеты и только вот жить ради себя и, ну, я не знаю, там своим съездить, как я вот раньше жил. Бог мне позволял это тоже, да, ездить отдыхать, он мне против этого ничего не имеет. И, ну, после того, как я увидел эти картины, мне захотелось найти пост. В какой пост? Это начать отказываться от каких-то вот этих вот удовольствий, или для меня пост уже другие вещи означают. Что где-то вот, ну, не просто тратить там деньги туда или там, как я раньше, там, съездили отдохнуть, 200 тысяч оставили, и сидишь на грилке-палке две недели, все пролетело, такая куча и не полетела, это жалко, понимаете? Или там, я думаю, что ты вроде их зарабатываешь, зарабатываешь, а то же самое, да, я там, мучился, я тоже, заработаешь денег, и машина хорошая. Вот эта мысль начинает залазить, надо машину, надо грузак, надо грузак. Я знаю, что не надо мне грузак, но он на меня лезет, надо грузак. Ты представляешь, ты идешь в грузаке, и все смотрят, как ты на грузаке, ты выходишь из грузака. Нет, говорю, я вот боролся просто с этим, деньги вроде есть, можно, да, все взять, но я думаю, ну, я думаю, я куплю этот грузак, через два года, это вот эти деньги как будто не было просто, ну, вот это вот, то есть там, продать свое, еще добавить на грузак, и потом вот этой вербушки нет, просто ты так тяжело ее зарабатывал, ты так вот, а тебе предлагаются просто, ну, выкинь просто, и все, ты на грузаке живешь, мечта. И вот я боролся, я реально, я лежал на диване, я смотрел телевизор, ну, я боролся, боролся с этим, я вообще, ну, у меня грузакол, вот, я, я прям взывал, я думаю, что мне, мне надо, да, и вот, там, кто-то видел меня, телефон дорогой, я купил себе, вот, иногда думают, что там, вот, телефон купил дорогой, но это было спасение от грузака, знаете, потому что деньги были, они жгут, знаете, да, когда они следующий день, они жгут, но на самом деле для многих проблема деньги, а не деньги, знаете, потому что, когда нет, мы иногда лучше, как люди, и как раз и чего-то, ну, тут надо было что-то купить, и вот я себе что-то купил, и грузак от меня не отстал, но потом Бог меня ухлёт, потому что я, говорю, я уже кричал, я вот, ну, как бы, вот три сердца, я вот молился, вот, что это все, это все, потому что только ради этого вот вся жизнь, и, и тем более все эти экономические условия, которые сейчас, ты чувствуешь, как тебя просто вот взяли и поимели, грубо говоря, да, у тебя вот зарабатывать деньги были одни, раз ты в долларском экономе, у тебя ровно половина осталась, вы понимаете, потому что это же, ну, это как воровство просто, у тебя рации с командой просто половину достанется, то есть, та покупательская способность, которая у тебя была на те деньги, ну, деньги вроде остались, а купить уже можно половину того, того, что, того, что было, вот, и, и тут дело не только в падении денег, а дело именно в том, как их пережить, понимаете, мы же вот, вот эта боли ранит нас, понимаете, оно, вот, что хочет сделать у этого мира, да, вот, сатана, там, наш прав, хочет тебя расставить как личность, сделать тебя вот сожалеющий, такой вот скорбящий, то есть, как бы раненый, тут тебя кинули, тут не получается и так далее, вот, и ты уже живешь такой жизнью, думаешь, ну, дожить бы и все. Ну, и Бог у нас не для этого, кто знает, кто сделает, понимаете, не для этого. И я верю, что это все тоже, ну, изменится. Ну, вы знаете, я не знаю, как Бог это сделает, но Бог обещает, что для внутреннего это изменится, а для тех, кто снаружи останется так же. Вот у него стоит непростая задача, но он пообещал это сделать, понимаете. И вот Ветхий Завет перед приходом Иисуса Христа заканчивается книгой Малахи. И так есть, прямо вот мой любимый, я тоже, вот эту картину мне Бог и показал, да, то есть, Он мне Духом показал картину. Дальше, на сегодняшнее время, уже я сам ее прорисовал. Понимаете, я вам чуть-чуть хочу объяснить вот это, что значит видеть Царство Божие, что, что ожидать, что мы хотим. Ну, и вот эти откроем, это Малахи. Это четвертая глава, понимаете, это настолько важно, что в каком месте, ну, в каком месте Писания находится вот это слово, которое мы сейчас прочитаем. Это конец Ветхого Завета, самая последняя строчка, перед приходом Иисуса Христа. Это то, что Бог обещает сделать. Он говорит, я это сделаю. Вы понимаете, что Бог, Он не как человек. У Него не может быть такого, ой, не получилось, извините. Вот Бог, Он мне нет, поэтому Он Бог. Просто нам трудно этого дождаться, нам нужно это видеть, нам непонятно, как это будет. Когда я вам рассказываю про Царство, которое вот мне Бог открыл, да, вот эту личную, которая у меня увлек, всем нравится. Это похоже на кого вниз немножко, на социализм. Ну, только похоже. И я даже считаю, что мы как раз тот коллег, который застал вот этот настоящий социализм, о котором мы как раз вспоминаем с любовью часто, да, вот с этими моментами, с теми ощущениями, которые мы там проживали, да, когда вот праздники, дети, устройство жизни, да, там старики, понятная ситуация, ясность, да, вот, ну, были там хорошие моменты. И я думаю, что вот, ну, Бог что-то хочет сделать именно вот, начать делать в нашем поколении, потому что мы это помним. И просто вот проблемой этого всего социализма и коммунизма было отсутствие оснований. А там же идеи очень хорошие. То есть вот эти вот Карл Маркс, Энгель, Сленин, они взяли все из Библии, саму суть, сам этот принцип, да, установление Царства Божьего на земле, от каждого по труду, каждому по потребностям, по способностям и так далее. Идеальный общество, они что-то хотели. И вот это вот и есть Царство Божье, понимаете, по сути. Но основание было не то, понимаете, фундамент был не то, фундамент. И основание до сих пор там, да, у нас на Красной площади, да, по-моему, лежит. Это всего лишь человек. Понимаете? Ну, как нас этот человек вдохновлял, правильно ли? Было время. Я до сих пор его уважаю, я бы заложили это все. И поэтому я к этому всему хорошо отношусь. Но главное это правильное понятие. Главное это правильное понятие. Поэтому, ну, это вот мое откровение, можете принимать, можете не принимать. Царство Божье, оно похоже на социализм и на хоммунист. То есть это устройство жизни людей. Бог говорит, город, вот Авраам, он пошел за мечтой Бога. То есть Авраам стал отцом верующего. Это вот первый верующий, который пошел за голосом Бога. Ему было сказано, выйди из своего родства, из своего отселения и иди, сделай, которое я тебе покажу. И в евреях уже там написано, что Авраам шел, видя город, архитектором и строителем, которого был сам Бог. И написано, что Бог не дал ему там землю не на старту ноги, но все потом. Но Бог влёк его мечту, и Бог показал ему. И вот это и есть смысл рождения за дом. То есть когда человек живет, живет, живет одной жизнью, получает опыт, а потом получает эту мечту от Бога. Получает это видение чего-то, что вот его так влечу, что он оставляет все, чтобы туда идти. Чтобы идти за этим. Чтобы идти за этой мечтой. И вот здесь, в четвертой главе написано. И Бог обещает. Ибо вот придет день, былающий как вечер. Тогда все надмены и поступающие нечестиво будут как солову. И попали на предыдущий день, говорит Господь. Солову. Так что они оставят у них ни корня, ни ветви. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды. И исцеление в лучах его. И вы увидите. И взыграете, как тельцы импитанные. И будете попирать нечестивым. Ибо они будут прахом под стопами ног ваших. В тот день, который я сделаю, говорит Господь Слава Богу. Аминь. Вы понимаете, что Бог обещает, что он здесь сделает? Он говорит, что нечестивые, они будут попирать ногами. Они будут попалены. Как это будет? Что это будет? Мы не понимаем. Я говорю, что это не будет физически. Что вот тут одних сожгло, других нет. Но это будет устройство общества. Где вот это нечестие, где неправда. Где вот эта вот наглость, ложь, корысть. Она будет просто попирать ногами. И она будет не иметь никакой ценности. И мы не живем сейчас в таком обществе. Правильно? Не живем. Но... А я вот его вижу. И я хочу вам это передать. Я его вижу здесь. Потому что Бог его обещал. И вот для меня уже, понимаете? Когда я это вижу, я вижу царство, я вижу... Я уже хочу все для этого делать. Понимаете? Хочу все для этого делать. Я влюбился в Бога. Вот это и есть рождение заново. Поэтому... Ну... Один из моментов. Поэтому Иисус говорит Николему. Не увидишь, да, если не родишься заново, не увидишь Царство Божие. И... И там дальше есть еще. То есть я сейчас вас не оставлю прямо на этом месте, не знаю, как туда прийти. Я вам расскажу, как туда прийти. Потому что вот в этом, в чем я нахожусь, есть конкретный путь, как туда прийти. Это Слово Божие. Это стать учеником Иисуса Христа и начать принять это, и начать вот это Слово искренне изучать и стараться соблюдать. Вот это то, что он говорит. Просто тебе, внутри себя искренне. Потому что, ну, книга ведь на самом деле не маленькая. Она достаточно толстая. Нам ее нужно знать. И вот это вот нам нужно просто... Мы без этого не можем. Смотрите, первое письмо Иоанна, там в третьей главе написано, что... Всякий верящий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Вот это вот тоже лозунг или принцип рождения заново. Да? То есть мы должны это понять. Но ведь нет для чего проще верить, что Иисус есть Христос. Правильно? Это ведь для русского человека это самое простое. Проще нет. Но в этом и заключается основная сложность. Что мы на самом деле не знаем, что такое Христос. Мы не знаем. Нам это не открыто. Для нас это фамилия Иисуса. Правильно? Ну, ты же Иисус Христос. Иисус Христос. Или отчество. Но евреи почему не могли на тот момент принять Иисусу, что Он есть Христос? Потому что они очень хорошо понимали. Хоть я и говорю слово «что», но это просто проще объяснить. Потому что это настолько большой термин. Настолько включающий в себя много определения, что такое Христос. Да? Мы говорим, ну это помазанник. Но это маленькая рубиночка того, что там помазанник. То есть, по сути, это то, это наступление Царства Божьего на сегодня. Понимаете? Это вот именно то, что Бог даст, что спасет как бы людей. Что спасает людей. И Он... То есть, мы должны понять, что Иисус пришел как семя, как правообраз. Для того, чтобы нам это все показать. Для того, чтобы стать первым. Для того, чтобы стать дверью. Он говорит, я дверь. Я всего лишь вход. Да? И вот это вот... То, что все и от Него, и через Него, и к Нему. Вот нам нужно все понять. Я не смогу вам это объяснить, как вы пробуете. Нам нужно вот изучать Библию, изучать Библию, читать Слово. Для того, чтобы нам однажды открылось, что, оказывается, Бог собирается делать. Понимаете? И есть очень хорошее жесткое в прописании, что не видел того глаз, не слышал того ума, что Бог приготовил для любящего его. И знаете, вот у нас сейчас тоже время такое христианство, что вот мы знаем этот стих, и мы его возглашаем. Ну, про разношение полностью. Павел там не только это написал. И там есть очень важная часть, которую мы вот говорили, Бог святого помнит. Может быть. Открыл нас. Нет. Но нам открыл Бог от Духа Христа. Понимаете? То есть, ну, я много расслышал эти вот проповеднические фишки, которые, да, я могу вас вдохновить сказать. Вот не видел того глаз, не слышал того, что Бог вам приготовил. Что-то Бог нам приготовил, что-то Бог нам приготовил. А здесь ничего не осталось. Все, ты не понял, куда идти. У тебя нет карты, нет пути, ты не знаешь, куда тебя двигаться. Потому что там сказано, что нам Бог открыл этот Духом. Аминь. Но это Он открывает Духом. Но Ему нужно Слово. Потому что Слово стало плотью, поселилось среди нас. Тоже должны это понять. Иисус стал Словом. Иисус стал вот этим образом Бога невидимого. Он стал понятен, он стал ясен. Он как Принчер. Понимаете? Он как вот этот принцип. Там все в нем. Все через него. Писание через него смотрится. Там, может быть, это бездна богатства. Это интересно. Это сильно. Это вдохновляюще. Это когда он открывается, это, ну, это трудно передать. И для этого нужно время. Потому что вот принцип рождения заново. Он заключается в том, что Иисус в второй раз Никодиму говорит. Там, дальше. Если не родишься. Кто помнит, что Он говорит? Если не родишься от воды и Духа, не войдешь в Царство Божие. Он же, да, первый раз говорил, если не родишься заново, не увидишь в Царство Божие. Мы сейчас не будем разговаривать о том, что значит увидеть, что значит войти. Но вы понимаете, что разница в этом тоже есть. И вы понимаете, что Иисус не оговорился. Да? Ну, это принцип. Для того, чтобы войти, что нужно? Начало увидеть, куда ходить. Понимаете? И это тоже очень важно. То есть, и все это нам нужно, да? Поэтому нам вообще, нам нужно войти. Войти. Вот это вот увидеть, это, ну, это лишь только залог того, что ты туда войдешь. Но нам нужно войти. И все это, опять же, в этом принципе. От воды и Духа. Как я думал раньше. Как меня учили, что... Потом он говорит, что плоть рождается от плоси, а плоть рождается от Духа. Он вот дальше объясняет, да? Потом он говорит, Дух дышит, где хочет. И слышишь его, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всякой рожден от Духа. Сложная форма была. Но размышляйте на ней. Я когда-то начал над этим размышлять, и Бог начал говорить, Бог начал показывать, Бог начал открывать, что нам важно, чтобы нам научились слышать голос Духа, чтобы мы научились быть увлеченными. Но для этого очень важно что-то иметь. Дух не приходит в свое место. И вот я говорю, как я раньше думал, что... Я даже думаю, не хочу я бороться с доктриной, общепринятой. Просто в Богослове часто нам объяснили, что рожденное от Бога есть плоть, рожденное от Духа есть плоть, потому что не родишься от воды или Духа не родишь в Царство Божье. И нам нужно родиться от воды, это физическое рождение. Знаете, что мы так требуем? Мы из воды, у другого матери в воде, вот так вот объясним человек из воды, и много таких вот доказательств. Я сейчас, мне открылось это по-другому, и мне это дает силу, и я хочу вам это тоже передать. Что вода в Библии, кто знает, что это означает? Слово. Понимаете, это слово. Это, да, там у Петра написано, что где-то, не помню там, «Очистил нас баню водную посредством Слова». Да? То есть это то, что Иисус сделал своими учениками. Помните, он ученикам сказал, когда перед всем, как мы пойдем, он говорит, «Вы очищены все моими учениями, и я вас уже очистил». Потом он говорит, «Ну, не все мы чисты, один среди вас дьявол». Это нам говорится о том, что вы, ну, то есть ученики могли сказать, мы не понимаем, очищены, мы не очищены, но это очищены. Я вам говорю, вы очищены. Я знаю вас. Вы искренне. Вы со мной ходили, вы это слушали, и этого достаточно, да, для того, чтобы считать себя очищенным через Слово. Я вас достаточно погрузил в Слово. Но еще не все. Мне нужно пойти на крест, и после этого, когда кровь пролился, вы знаете, что сошел Святой Дух, и вот тогда, что люди родились заново. То есть они были очищены. Слово, вот это вот Слово, вот это вот Вода, да, то, что если не родишься от Воды и Духа не вытаскиваешься с тобой, то есть вот этот вот период жизни учеников, когда они ходили за Иисусом, изучали Слово, это был период очищения Водой, период очищения Слова. И вот это и есть принцип рождения заново, да, то, что у нас должно быть достаточно количества Воды для того, чтобы оно превратилось во что? А что превращается в Вода в Ном завете? На праздник? Потому что он в первой главе говорит, что те, которые приняли Его, Он им дал власть быть чадами Божьими, которые не от плоти родились, не от хотения ужина, но от Бога родились. Во второй главе он рассказывается, вот эта история первого Чудка не Галилейский, где Вода превращается в Вино. И там тоже принцип вот этого рождения заново. Что такое рождение заново? Что это Иисус, да, вина нет у них. Иисус что говорит? Наполните сосуды водой. И какое-то время сосуды наполняются водой. То есть это не просто так волшебная палочка. Какая разница, да, если Бог, почему наполняет водой? Просто вам и вино. А вина нет? Там стоит, забирайте. Нет. Он говорит, наполните сосуды водой, и несите, и обсуждите. И когда несли, попробовал, улучшает его. И как такое может быть? Понимаете, вот здесь ключи. Понимаете, вот здесь ключи. То есть есть проблема тоже в христианстве. Когда люди пришли в церковь и быстрее, быстрее их духом там захватили, крестили их, и все он языками говорит, он все знает, он за первые полгода, за год, и вроде горит, когда идет потом раз, и все, и нет человека. Перегорел и не надо. Почему? Потому что это немножко не так работает. Потому что обязательно нужна вода. Понимаете? Потому что если у тебя воды будет столько в твоем сосуде, ну столько и станет вину. Выпишешь это вино или так, ну как, ну мало. Понимаете? Поэтому наполнили сосуды водой, да? Наполнили Словом, изучили Слово, пропитались Словом, погрузились в Слово. Погрузились это и есть крещение. Знаете, да? Что крещение Слово означает погружение. Да? И поэтому когда мы вот это вот крещение Иоанном, это тоже как символ погружения, погружение Словом, обновление водой, мы должны научиться понимать язык Библии, язык Бога. Потому что он нам дал в основном только этот язык. И если мы его не понимаем, то я говорю Богу, он не начнет с нами работать. Поэтому вот этот вот Никодин, он по сути, он даже в период учеников родился на него. Почему? Потому что в нем Слово было, в принципе, достаточно. То есть он был сам Учитель, но у него не было именно вот этого вот Духа для того, чтобы жить. Потому что что с ним произошло? То есть мы еще раз возвращаемся в эту историю назад и смотрим, что он пришел круглую ночь, боясь мнения людей. То есть другими словами, человек, имея много слова в своей жизни, правильное слово, имея в принципе отношение с Богом. Понимаете? Потому что я хочу разделить здесь отношение с Богом и рождение заново. Понимаете? Есть люди, у которых есть отношение с Богом. И много. Вы знаете, я когда наркоман был, у меня были какие-то отношения с Богом. Меня Бог там спасал, я к нему там обращался периодически. И понимаете? Поэтому рождение заново не значит отношение. То, что мы уверовали, пришли в церковь, тоже не значит рождение заново. Понимаете? Рождение заново, она говорит, видишь ли ты царство? Входишь ли ты в царство? В царство, да? И живешь ли ты по духу на самом деле на этой жизни? Способен ли ты поступать так, как диктует тебе вот твоя внутренность, твой дух? Понимаете? Никодим, именно это у него не было. То есть смотрите, да? У никодима была разделенная жизнь. Двойная жизнь. Он днем ходил во тьме, а ночью – это революб Иисус. Да? То есть он днем жил так, как внутри ощущал, что это неправильно. Понимаете или нет? То есть он уже слушал Иисуса, уважал его, но сказать об этом не мог. И жить так не мог. Ему нужно было вот быть в этом всем обществе. И он даже это не мог, понимаете, в своей жизни. Вот еще часто, что с нами происходит. Почему нам нужно слово? Потому что слово Божие написано, оно как меч, оно это острое, которое проникает до разделения души и духа. Вот душу от духа можно разделить только слово Божье. Душа – это человеческое, дух – это Божье. Понимаете, вот этот выбор внутри себя, действительно увидеть, что правильно, что истинно, как поступать, как жить в свободе, может помочь нам слово Божье. Мы сами не можем в этом забраться. Мы бываем сильные, истинные, и так далее, но мы так не хотим погружаться в эту глубину и разделять вот эти вот свои мотивы, действительно вот. Какой мотив, вот какая, к этому поступку? Нам кажется, что это хорошо, где-то правильно, вот с этим вот. Иногда там разговариваем с другом, сделали какую-то там гадость кому-то. А потом там своему другу или подруге там рассказывали. Ну, потому что, потому что, потому что, потому что так и он сам, и вот. Ты сам все знаешь, что это в глубине. Но силы нету, признаться, нет силы разделения, нет силы. Ты просто противопоказать Богу. Сделал. Все. Понимаете? Бог Он такой. Покаялся, признал, легче дальше будет. А мы вот это вот, все вот это вот непрощенное там годами накапливаем, накапливаем, накапливаем. То, что нет силы разделить это. Нет вот этого, не проникает слово для того, чтобы душу от духа разделить. И вот Иисус разделяет Никодима это и показывает ему это. И вы знаете, что самое интересное? Вот Герои в Евангелии, это золото просто. Это в третьей главе происходит. В седьмой главе мы видим Никодима. Нам его отставляет. У него начинается изменение в его жизни. Он находится в этом вот синеме. Там, в Синембрионе, среди этих всех священников. И они там, там происходит такая ситуация, что они там посылали схватить Иисуса. Те охранники пришли, не смогли схватить. Такие очень понравилось, как Иисус проповедовал. И они не решились его схватить. И людей было много. Эти начальники ругают этих охранников. И тут Никодим. Ну послушайте, говорят, разве судит наш закон человека, не разобравшись, прав человека, а не прав? Они ему говорят, ты не из Галилеи тоже, а? Иди поучись, посмотри там в Галилеи. Из Галилеи не приходит пророк и все. Заткнули его рот. Ну ведь важно Никодим начинает говорить. Правильно? Правильно ли? Никодим начинает поступать так, как он сам считает, нужно поступать. Пускай робко, пускай еще не уверенно, да? Он не кричит, что он ученик Иисуса. Но он уже начинает позволять духу дышать. Позволяет быть собой. Вы знаете, вот на самом деле нет ничего общего. Христианство, настоящее христианство с религией. Понимаете? Вот религия, она везде любая религия. Христианская, мусульманская, любая религия. Это религия. Она людей действительно, это религия огромный народ. Религия там, она, ну понимаете, я не на термах. Религия, само слово, она хорошая. Но вот это вот просто образ, когда нет сути, нет смысла. Это действительно рабство. Он мне, мама недавно рассказала, я говорю, приходи на собрание. И боится с этим ребёнком, потому что у меня есть одна подружка, которая там пошла, там стал ходить в церковь, и говорит, и превратилась вот так мыло, согнула там, с удара женщину, сейчас даже умерла. Я говорю, это религия, понимаете? Это не то, что хочет сделать Бог с нами. На самом деле Иисус хочет нас вот освободить для того, чтобы мы смогли быть целостными, быть собою на самом деле. Иметь достаточно духа для того, чтобы поступать, как тебе диктует именно твое сердце, именно твой дух. Почему? Потому что, ну это возможно, когда есть слово. Ты должен быть одной словом. Ты должен быть на полном слову. Иначе это сработает, как ты иуды. Понимаете? Вот этот пример с иудом. Почему Иисус говорит, ну не все среди вас чисты? Потому что Иуды был тот, который слушал, но не слышал. И делал по-своему, был лицемерно, то есть он был вором, крал там с ящичка и так далее. Он не был, хотя он видел все. И присутствовал. Поэтому, ну это просто прообраз. Меня всегда оботряет, когда там много людей, там общаешься, и вот тебе кажется, наверное, никто ничего не хочет, никто вперед не идет. И у меня там, ну Иуды же один всего был. Ну не можем, что там много людей быть. Одиннадцать из двенадцать вы считали. Не можем. Понимаете? Поэтому я верю в то, что, ну, все вы чисты. Да, есть дело где-то. Но вы чисты. Поэтому, ну, как, да, я как православство Иисуса цитирую, да, если мы в Слове, если мы истинно хотим этого, того, что Бог нам предлагает, если мы истинно хотим вот в этот вот Божий социализм. Понимаете? Я еще раз раз возвращаю, что это не просто, а на самом деле Бог хочет, чтобы мы вот не знали, куда идти, для чего жить и так далее. Бог хочет, чтобы вот, и если вы почитаете Игорь Пророков, там это описывается все, что Бог хочет сделать. Где будет тигр с ягненком вместе находиться. Вот так описывается Царство Божие. То есть где будут хищники, они будут, но они не будут есть. Других, да, лев будет, там, когда медведица будет, там, с козленком рядом написано. Это Бог дает право образа, правильный меня. Вы же понимаете, что Он не о змеях заботился. Не про животных Он говорит. Он говорит о устройстве общества, которое будет настолько гармонично, настолько вот, ну, сильное, настоящее. И вот эта мечта. И мне часто, когда я это расстанавливаю, как люди будут нереально. Я знаю. Но здесь сказано, что это Путин. Понимаете? И есть еще одна фишка. Второкреститель, у него была проповедь такая, за мной идет. Ему говорят, ты Христос, наверное. Ты вот, ты крутой, ты вот. Он говорит, не, не, я, нет, я, ну, он, я крутой, он говорит, я знаю, но за мной идет. Короче. И вот это тоже определенный, как бы, прообраз того, что, да, Он нужен, как предтечер, как тот, кто подготовит, как тот, про кого подумает, что Он Христос. Понимаете? Это тоже определенный прообраз. Для тех, кто размышляет, он может понять, что, что это может быть. Вот это предыдущее движение перед тем, как Царство вступит в свою силу. И вот в этом предыдущем движении можно, знаете, оставаться бесконечно. Это очень такая луковая немножко позиция. Когда мы говорим, не, не, не я там за мной. Вот там не больше, я не. И к этому можно привыкнуть. И это может бесконечно продолжаться. Понимаете? То есть это задача самого принципа. Духа этого мира, чтобы Он знает, что Бог сказал, что это однажды настанет. Но Его желание разогнать, как бы, людей в такой цикл, что вот всегда завтра, всегда потом, всегда вот следующее поколение, всегда еще что-то. А Христос, Он и показал нам, когда Он начал проповедовать, да, в синагоге. Он вышел, прочитал, про Бога Исаия, говорит, Дух Господень на мне, Бог помазал меня, чтобы сделать то-то, то-то, то-то. Потом говорит, ныне исполнилось Писание. Он взял это, сейчас это. Понимаете? И вот здесь тоже есть определенные смыслы и принципы, да, которые, я надеюсь, ваш Дух чуть-чуть улавливает, про что я говорю. Потому что я не хочу в одну из пользовательских слова вот об этом говорить, потому что это надо Духом увидеть. Это надо почувствовать, что Царство приблизилось. И знаете, что Иисус ученикам сказал, что есть среди вас те, которые не умрут, но увидят. Мне хочется вон это пророчество. Есть среди вас те, которые это увидят. Скажите, аминь. Поэтому и последнее про Никодину, прямо как финальную точку, чтобы мы увидели просто. Многие не знают эту историю, потому что в двадцатой главе Евангелия от Иоанна мы видим опять Никодина. Где мы видим Никодина? Мы видим его с Иосифом и Заремофеем, которые приходят и просят тело Иисуса у Пилата. И написано, что они принесли, и Он принес с собой состава смирно и алоэ, литв около ста. Вы знаете сколько это? Это состояние. Как царей храма. Это очень сильно. Никодим в открытую уже это делает. Понимаете? Уже ему все равно все узнают. И вроде Иисус мертвый, да? И вроде он воскрес, но Никодим уже еще, Иисус не воскрес, а Никодим уже рожденный завтра. Он уже слышит Духа. Он уже посвободен поступать, куда влечет Его. Вот этот Дух намытый Словом. Аминь. Поняли, нет? Поняли чуть-чуть послания сегодняшнего? Много здесь богатства. Много. Много понимания. Нам очень нужно просто как можно быстрее в кратчайшие сроки. В кратчайшие сроки наполниться Словом. Для того, чтобы не пропустить начало мира. Для того, чтобы не войти в это. Для того, чтобы он будет действительно отшучить. Вот это благословение Божие. Он хочет благословить нам. Понимаете? И мы, вот у меня есть это откровение. И я понимаю, что оно меня активировало. Что там будет в России? Что последнее, самое мощное, самое сильное пробуждение, оно будет в России. И это вот, мы подходим вот в этим всем символом очень сильно. Знаете, вот как народ израильский был 70 лет до того, как храм опять возобновился. И было 70 лет павеломского рабства. Мы 70 лет увыли в коммунизм. И вот это вот, да, вот эти войны, первая, вторая. Все несли, все нес наш народ. И наш народ такой многострадальный. И вот, ну, а он ожидает это. Понимаете, вот эта русская душа какая, она ожидает вот этого. Понимаете? И Бог готовится. И я говорю, что Богу как он все это делает, чтобы мысловить. Поэтому вот это тоже все учтите. Понимаете? Вот это все тоже учтите, что это все есть. И мы можем войти в это. Когда Бог прям вот начнет из Алимвайта благословлять, когда начнет получаться, потому что не получалось. Вот начнется расстаться, и все. Я заметил, у меня иногда вот аргенты, вот, с некоторыми ночи, мы тут вроде что-то наобещали. А в реальность ты же не знаешь, что в будущем я не знаю. А в реальность ты мучишься, и потом доделаешь, деньги не отдали. И такие проблемы. Ты даже не представляешь, и ты с чем-то там столкнешься. А когда ты туда входил, ты думал, вот он сейчас растет. А в некоторые ты входишь, хоть в невзрачный фибрик, человек обрадился, а потом на тебя начинает кто-то валится. Вот вы знаете, вот нам нужен Бог для того, чтобы не войти туда, куда нам не надо войти, и все. Бог на это способен. Потому что Иисус говорит, я вам Духа дам, который вам будущее. Аминь. Бог на это покроет, и победет, и освободит. Все, мы будем заканчивать. Мы тогда, ну, в конце служения, когда тут, видимо, мы пустим, там мы будем сделать тоже вот этот очень важный момент, для антротрон. Я не знаю, у нас всякое есть пожертвование. И потому что это, ну, все это нужно для настоящей церкви. Я думал, раньше много, и вот Ярослав у нас сидит, да? Он говорит, я предпочитаю, ну, мы не говорили, было мало народу, так сейчас нам много не говорили, про деньги. Но я думаю, что мы будем чуть-чуть об этом говорить, потому что это важно. Потому что, ну, мы должны это понять. Потому что, вот, я до служения, вот это обновление, с эракционным центром начал, и я, ну, можно так сказать, допустил какую-то ошибку. Я все начал делать, потому что у меня были деньги, я начал делать все за собственные счеты. И я потом заметил, что я потерял много людей из-за этого, которые просто вот не участвовали в этом. Я, как бы, из хороших побуждений, я вот все перекрывал, у меня было, я это, это мое откровение. Но я понял, что вот именно то, что они в этом сами не участвовали, а я им не дал в этом участвовать, понимаете? Поэтому, когда мы иногда не даем людям возможность участвовать в Божьем теле, мы можем терять этих людей. Поэтому я хотел бы вот именно этот вопрос поставить так, что мы, как лучшие люди, те, которые церкви уже, которые понимают христиане, мы понимаем, насколько это важно, насколько это нужно. Бог дал право с десятины, там, да, Бог дал право с того, что, ну, это должно иметь какую-то ценность для нас. Это должно быть просто вот три копейки лишь бы бросить. Я когда-то это понял тоже для себя, да? И, да, там, дведная вдова у нас есть, которая больше всех положила, да? И я точно так же хочу, чтобы мы были свободны, чтобы новые люди, которые приходят, гости, они не ощущали, что они сюда пришли, и обязаны что-то положили. Потому что, если они хотят, и у них есть вера, они хотят, вот мы подел пожертвов Божьих, осколы, что-то, мы не будем запрещать. Но мы их, я хочу это отделить, потому что это гости. Понимаете? Я считаю, что вот то, что мы служим, да, с вами десяти лет, это и есть служение. На эти деньги происходит со служением Богу. Это то, что благословляет будет наш город, наших, там, да, родных, близких семей, семьи, там, да, и так далее. То, что, что это такое, когда мы иногда, да, Боже, это, вот, я хочу, чтобы мои родные спаслись. Понимаете? Это мой вклад в то, чтобы вот те, которые не спасены, потому что мы иногда думаем, что вот мы должны их обязательно завангелизировать. Нет, мы должны делать служение. А Бог, верный Бог, он спасет. Понимаете? Через служение, через церковь. Конечно, мы должны проповедовать, евангелизировать, и свидетельство. Но вот это вот служение, потому что, как я раньше начинал, народ Божий, и был этим народом, потому что у них было это служение. И потом туда из всех стран тянулись, приносили. У нас тоже есть все эти обетования, понимаете? Но мы должны это служение нести, поддерживать, и понимать, как это церковь, понимать, как это важно. Поэтому для взрослых – это взрослых, а для гостей – они с вами не чувствуете никакого… Вот надо, чтобы вот люди вообще не чувствовали, чтобы вот как будто бы вот их сюда пригласили для того, чтобы их нас было побольше, и мы побольше собрали. Нет. Не для этого. А для того, чтобы услышали Слово. И для того, чтобы получили Божие благословение. А уже потом все остальное. Аминь. Аминь. Ну, давай. 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 Давай.